В Англии разоблачили Газпром. Компания, оказывается, стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, позорище, пишет The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой конторе Ristat Energy Карлоса Торреса Диаса. Согласно оценкам Ristat, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива только на 20%, это может сразу обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое. Вместо этого, оказывается, Газпром нашел баланс в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены. Переводя с возмущенного английского на русский, это значит, что когда цены еще в 2020 году в Европе на газ летели стремительным домкратом вниз и все показывали на Москву пальцем, рассказывая, что крах Кремля неизбежен, а дикие, варварские и без молекул свободы газ и нефть России больше никому не нужны, ведь наступила эра вечно зеленой энергетики, это было правильно, это рыночек верно порешал. Теперь же, когда Газпром не пытается спасти тех, кто еще вчера пытался вытереть о него ноги и более того, даже сейчас призывает к разного рода санкциям и тормозит ввод Северного потока-2, это все неверно. Это цинично и подло со стороны России брать деньги за то, что она просто обязана потому что отдавать даром. Кстати, все в той же статье еще и утверждается, что на фоне глобального посткризисного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру, Россия якобы агрессивно повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось усугублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода Северный поток-2. Агрессию в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что Газпром потребовал от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены, что, кстати, тут же подхватили в самой маленькой, но гордой республике. Так, Майя Санду, которая недавно объявляла благодарность Вашингтону, что помог справиться якобы с энергокризисом, не спрашивайте, тут нет логики, объявила, что, конечно, правда, сюрпризом тоже не стало, что Газпром обманул Молдову. В интервью западным СМИ на саммите Восточного партнерства госпожа президент заявила, что долг Кишинева за газ, а это 709 миллионов долларов, может быть намного меньше. При этом, опять же, что характерно, еще месяц назад та самая Санду рассказывала, что Молдова довольна новым контрактом с российским концерном. Но только что не самое веселое. Все тот же противный Газпром, который больше не раздает свою продукцию даром, заявил о досрочном выполнении взятых на себя обязательств по годовому транзиту энергоносителя через Украину, о чем и уведомил своих европейских партнеров. Как сообщила российская компания, 40 миллиардов кубометров газа, предусмотренных контрактом, были прокачаны по состоянию на 15 декабря. А это в условиях, когда новое немецкое правительство не спешит сертифицировать Северный поток-2, тоже рассказывая постоянно по кругу о российской агрессии, означает, что дополнительных объемов для Евросоюза не будет, что наверняка взвинтит цену еще выше, а она и так уже заходила за планку в 1700 долларов за 1000 кубометров. Ну, а с учетом того, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки, это все вот точно не конец истории.